Всем привет друзья, с вами Фил, и сегодня мы с вами подведем итоги PGI, я расскажу вам где можно посмотреть повторы матчей, проанализировать игру профессиональных команд, возможно подчеркнуть для себя что-то полезное для игры, а также поговорим о планах разработчиков и когда нам уже ждать серьезных обновлений, погнали! Начнем давайте с PGI. Все игры турнира были доиграны позавчера, и теперь он официально завершен. Как вы знаете, проходил он в двух режимах, от третьего и первого лица. По сути, это были два разных турнира, от третьего лица проходил первые два дня, с 25 по 26 июля, потом был благотворительный турнир с блогерами и некоторыми игроками про команд, и потом два дня проходил турнир в режиме от первого лица. Как и предполагалось, от третьего лица азиатские команды чувствовали себя комфортнее, и победителями турнира стал корейский коллектив Genji Gold. У наших коллективов, представляющих СНГ, от третьего игра вообще не шла, к тому же были какие-то технические неполадки в общем уже не важно. По итогу, нави заняли десятое место, а вангард шестнадцатое. Второе, третье и четвёртое место заняли команды Team Liquid, Южный Георгополь и Омайгад. Три этих коллектива, наверное, самые слаженные и удачно стабильные. В турнире от первого лица, именно они разделили между собой три призовых места. Победителем ФПП стал китайский коллектив Омайгад. Они вырвали лидерство ещё в первый день, доминируя ну просто во всех играх, и удачно доиграли второй день. Вторая и третья строчка точно так же как и в третьем лице достались Liquid и Южным Георгопольцам. Нашим же коллективам от первого лица играть было явно комфортнее, но с везением на этом турнире у них было конечно не очень. По итогу, нави и авангард расположились на четвёртом и пятом месте, прямо друг за другом. Как по мне, это довольно неплохо, в любом случае парни получили опыт, представили наш регион на мировой сцене и заслуживают уважения. Свои ошибки и неточности они знают сами, думаю всё проанализируют и ещё не раз порадуют нас яркими разыгровками и победами. Очень интересно, как изменится отношение к азиатскому региону в нашем комьюнити, ведь все мы грешны тем, что считали Азию самым слабым регионом в паблике и заходили туда чисто ради фана, а теперь они официально чемпионы мира по пабгу, конечно по численности населения их огромное количество и плохих игроков соответственно тоже больше чем у нас, но всё же наверное лёгкая игра на Азии обоснована нашей уверенностью и самовнушением нежели низким уровнем скилла данного региона. Кому интересно, все повторы матчей можно посмотреть на официальном канале Starluder PUBG, могу даже ссылочку оставить, мне не жалко. Ещё одним интересным фактом стало количество зрителей турнира, по подсчётам eSports пиковое суммарное значение всех трансляций составило 60 149 000 человек, тем самым он занял четвёртое место в списке самых популярных киберспортивных турниров, первые три места занимают турниры по лолу. Теперь что касается обновлений. Как сообщает комьюнити менеджер PUBG, буквально сразу после завершения турнира нас ждёт обновление интерфейса, игрового процесса и исправления неприятных ошибок. Заявление конечно хорошее, но чисто по логике я думаю в интерфейсе и в игре просто уберут рекламу берлинского турнира. Хочется конечно верить, что за время проведения турнира все разработчики и дизайнеры не были в отпуске и успели нарисовать нам именно новый интерфейс, а не просто вернут старый. По поводу китайского тук-тука говорят, что про него всё-таки не забыли и в скором времени он будет добавлен в игру. Точных сроков к сожалению пока нет, но я думаю к концу лета его всё же доделают. И желания Брэндона Грина о стабильности PUBG всё же начнут сбываться. Ну а на этом на сегодня всё, всем спасибо за просмотр, уже через неделю я вернусь из отпуска и буду радовать вас новостями ещё чаще. Не забывайте про лайки, подписывайтесь, удачи вам. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok